Напоминаю, вы смотрите телеканал «Вариант» и, как всегда, по вторникам у нас анонс газеты «Владимирские ведомости». И сегодня его представит нам обозреватель Валерия Тимиргальна. Валерия, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Валерия, ну уже в этот четверг в эксклюзивном выпуске газеты «Владимирские ведомости» мы увидим много материалов. По каким материалам приоткроете завесу? Здравствуйте. Материалов у нас будет много, много эксклюзива. В общем, почитать будет что. Сегодня я хотела бы анонсировать две темы. Одну из них, кстати, написала я, и мне помогала фотокорреспондент Наталья Ларина. А вообще эти две темы, они между собой, я бы сказала, перекликаются, потому что здесь есть общий знаменатель — это микрорайоны. И я бы хотела начать вот с первой темы. Это объёмный репортаж по общественному транспорту. Проблема многогранная, долгоиграющая, я бы сказала, во Владимире не первый год уже муссируется эта тема. И вот сейчас опять вот мы видим как раз какие толпы на остановках. Сейчас у нас снова скапливаются. Снова эта тема муссируется. Вот даже недавно я читала новость, что около 90% состава подвижного транспорта изношено. То есть это говорит о многом. И вот мы с Натальей Лариной съездили в такой импровизированный рейд по Владимиру. Мы, конечно, все микрорайоны не успели охватить, потому что есть определённый утренний час пик. Вот он с 7 до 7.30. И мы вот пытались вот как-то в это время попасть. Первый день мы съездили в микрорайон Доброе. И там ситуация, в принципе, я бы не сказала, что там всё так плохо с ожиданием. Но опять же жители акцентируют внимание на некоторых проблемах. Если зимой ждали по 40 минут автобусы там, то сейчас ждут по 20. А в час пик, вы сами понимаете, добираться до работы где-то около часа. И 20 минут ждать автобуса в этом временном отрезке полчаса. И вот даже подошла к нам жительница, она сама завела беседу на улице Радыщева. Это вот следующая остановка от магазина Апули. Мы вот начинали с магазина Апули, а следующая, которую я назвала. И я бы сказала, ещё вот один момент хотела бы отметить, очень интересный. Мы добирались по пробкам в это Доброе, наверное, около часа. И как раз проехали центральную часть города. Там по утрам всё-таки не настолько критичная обстановка на остановочных пунктах. И забегая наперёд, скажу, что всё-таки там по вечерам больше вот эти вот толпы набегают. А по утрам вот в отдалённых микрорайонах прослеживается вот эта вот проблема с общественным транспортом. И вот возвращаясь к этой остановке, женщина сама завела беседу, она живёт на улице Соколова-Соколёнка. И, соответственно, они ходят на остановку, аж на вот эту улицу Радыщева, 10-15 минут ей добираться. А на их улице есть автобус 11С, который ждать по расписанию, которое указано на сайте мэрии, около 40-45 минут. А на самом деле час-полтора времени уходит, и, соответственно, люди вынуждены ходить на вот эту вот остановку. К тому же эта женщина-инвалид, ну, сами понимаете, что весьма затруднительно. И также мы съездили в микрорайон Юрьевец. Вот как раз сейчас иллюстрируется ситуация, которая складывается в Юрьевце по утрам. Там в чём проблема? Выезд единственный из всего микрорайона, и он соединяет Спаское, Пеганово, Мосино и также все вот улицы, быстро застраивающиеся микрорайона. А вот этот выезд и остановки сосредоточены вдоль выезда. Там всего, наверное, остановки 4. И, соответственно, тут даже проблема не в несоблюдении графика, а в том, что пробки очень большие. Из-за этого автобусы, они едут по отрезку, я не знаю, километра там 3-4. Вот по этому отрезку они едут полчаса. И это, конечно, проблема. Мы даже были свидетелями того, как люди стоят вот так вот в очереди на этот автобус. И вот он приезжает 33С, забирает всю эту толпу и едет, едет, едет долго на следующую остановку. Мы уже пешком дошли с Натальей, а автобус еще не продвинулся. Ну вот в самом репортаже есть какие-то пути решения или хотя бы предположения? Да, мы ходили на… Давайте об этом не будем рассказывать, да, пусть об этом узнают наши читатели, наши телезрители, ваши читатели уже в четверг. Да, я небольшой спойлер лишь хотела дать, что я посетила Urban Fest. Он позапрошлую субботу был во Владимире, очень интересное мероприятие, множество локаций там было. И вот одна из них была посвящена общественному транспорту. И там как раз рассказали про пути решения сложившейся ситуации. Ну, если хотите узнать этот путь решения и что можно сделать, уже в четверг в газете «Владимирские ведомости». И у нас пару минут остается на то, чтобы рассказать еще об одной теме. Да, вторая тема, опять же, связанная уже не с общественным транспортом, а просто с транспортом. Это проблема паркинга в жилых зонах, микрорайонах. Сложилась так ситуация, что еще, видимо, с 70-х годов строятся жилые дома, а парковочных мест недостаточно. И вот сейчас автомобилисты паркуются на газонах, на тротуарах, и что создает определенные трудности для проезда экстренных служб. И вот наш, моя коллега, корреспондент Ирина Игнатова вместе с Натальей Лариной выехали на рейд с сотрудниками МЧС и ГИБДД недавно в один из микрорайонов, чтобы убедиться, какая ситуация на самом деле. И что показывает? Действительно, бывает, вот на иллюстрации стоит он на тротуаре, вот где уже здесь проехать с коляской, и, соответственно, транспорт тоже. И у них же еще есть какие-то определенные правила по поводу установки техники своей. То есть если пожар, им нужно установить лестницу, и дорога должна быть ровная. Ну, от машины еще должно быть, да, в расстоянии. И места просто нет, как вы видите. И, естественно, в этом помогает эвакуатор. Жители, бывает, что выходят прямо, чуть ли не в домашней одежде, пытаются снять машину с этого эвакуатора. Хотя тут, как бы я сказала, палка с двух концов этой проблемы. Потому что и жителям надо где-то парковаться, и экстренным службам тоже помогать людям. Ну что ж, все эти и другие темы уже в четверг в печатном выпуске газеты Владимирские ведомости и на сайте в выходные, так? Да, конечно. А я напоминаю, что наши гости сегодня обозреватели Валерия Тимиргалина. Валерия, спасибо вам большое. Спасибо и вам.